Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Принят бюджет Ненецкого округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. На завершающей в этом году сессии окружного собрания депутаты одобрили проект закона во втором чтении. В последующие три года бюджет будет по-прежнему тяжелым, но сохранит социальную направленность. Исполнение бюджета будет направлено на выполнение майских указов президента, обеспечение занятости населения и экономическое развитие региона. Главные параметры бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выглядят следующим образом. Прогнозируемый объем доходов составляет 12 млрд 64 млн рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – 11 млрд 838 млн. Общий объем расходов запланирован на уровне 12 млрд 868 млн. Дефицит бюджета в следующем году предусмотрен в сумме 803 млн. или 6,8 от общего объема доходов. В плановом периоде 2018 и 2019 годов доходы и расходы бюджета округа будут снижаться. Верхний предел государственного долга установлен в размере 4 млрд 100 млн. рублей. Расходы бюджета сформированы в программном формате и будут распределены по 30 государственным программам. Бюджет был и остается с ярко выраженной социальной составляющей расходной части. Расходы окружного бюджета на 2017 год распределяются по разделам бюджетной классификации следующим образом. С максимальной долей 28,4%, как и было ранее, остаются расходы на образование в сумме 3 млрд 649,2 млн. рублей. Чуть меньшую долю занимают расходы на социальную политику 19,3% в размере 2 млрд 487,7 млн. рублей. Расходы на национальную экономику занимают долю 14,6% и составляют 1 млрд 808,1 млн. рублей. Расходы на здравоохранение занимают долю 9,6% с суммой 1 млрд 231,4 млн. рублей. Доля жилищно-коммунального хозяйства 7,6% с суммого выражения составляет 981,9 млн. рублей. В бюджете предусмотрены средства на софинансирование дополнительного образования по принципу 20 на 80. В общей сумме более 82 млн. рублей. 28 образовательных учреждений получат целевые субсидии в сумме 25 млн. на проведение ремонтных работ. Татьяна Лагвиненко подчеркнула, расходы на содержание органов власти в 2017 году будут снижены и составят 965 млн. рублей. Поправками губернатора расходы на содержание органов окружной исполнительной власти сокращены ещё на 10%, также снижены на 5% содержание счётной палаты Ниньцкого округа. Данные суммы были направлены на финансирование учреждений дополнительного образования. В следующем году существенная сумма расходов 1,2 млрд. рублей будет направлена на поддержку организаций и предпринимателей, на производство товаров и оказание услуг населению. Более полумиллиарда рублей запланировано вложить в строительство 29 капитальных объектов. В целом, по словам главы региона, расходы были запланированы таким образом, чтобы обеспечить выполнение майских указов президента, занятость населения и продолжить экономическое развитие региона. Мы вместе с вами продолжим дальнейшую работу по переходу на адресный принцип предоставления мер социальной поддержки. Мы действительно должны поддерживать, прежде всего, людей, нуждающихся в этом. Продолжить работу над дальнейшим созданием жилищно-коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. Мы должны продолжить строить жильё, а также объекты социальной инфраструктуры. В 2017 году будут оптимизированы некоторые меры социальной поддержки, за исключением выплат инвалидам, детям войны, труженикам тыла. Также сохранены выплаты пенсионерам в размере 3100 рублей и 2700 рублей. Принято такое совместное обоюдное решение с администрацией округа, что эти выплаты мы сохраняем на следующий год, и ежемесячно они также будут выплачиваться. Хотя мы понимаем, что мы должны всё-таки эти выплаты производить с учётом нуждаемости населения. Мы в следующем году продолжим работу над социальным кодексом, где всё-таки определим какой-то критерий нуждаемости по выплатам. Также на сессии тайным голосованием депутатов была утверждена новая кандидатура на должность уполномоченного по правам человека. Новым омбудсменом Ненецкого округа назначена Лариса Сверидова. В соответствии с законом округа уполномоченный назначается сроком на 5 лет со дня принесения присяги, которую Лариса Сверидова принесла в зале заседания.